Любите ли вы подавать супы с какими-либо вкусными мучными изделиями? Я вот очень люблю готовить что-нибудь вкусненькое к супам. К чечевичному супу обычно жарю чебуреки, а к борщу пеку вот такие чесночные булочки. Они готовятся просто и они очень вкусные, что пальчики оближешь. Приятного вам просмотра! Надеюсь, видео вам понравится. Готовим сдобное тесто на каждую булочку по 50 г муки, итого 300 г на 6 булочек у меня, по пол чайной ложки соли и дрожжей и немного сахара. Заливаем 200 мг теплой воды и месим такое очень мягкое, слегка липкое тесто. Накрываем пленкой и убираем в теплое место на полчаса. Когда тесто поднимется, вот так обминаем, чтобы вышел лишний углекислый газ и чтобы тесто наполнилось кислородом. Снова отправляем отдохнуть. Еще раз обминаем. Так тесто получится более воздушным, однородным и булочки получатся очень мягкими. Смазываем противень маслом и делим наше тесто на 6 небольших кусочков. Смазываем руки растительным маслом, чтобы тесто не прилипало к рукам. Разделили тесто на 6 одинаковых частей и теперь сглаживаем и формируем красивые шары. И сразу ложим на противень. Накрываем тесто полотенцем, оставляем на расстойку на 20 минут, затем отправляем в духовку на 30 минут при температуре 220 градусов. Тем временем подготовим чесночный соус. 2 столовых ложки растительного масла, пару зубчиков чеснока проводим через пресс и шинкуем немного кинзы или любой другой зелени. Мешаем и вот наш чесночный соус уже готов. Булочки пропеклись очень красиво, они стали в форме цветочка. Пока булочки очень горячие, только что с духовки смазываем чесночным соусом, чтобы аромат и вкус чеснока и кинзы лучше пропитались в булочке. Остатки чеснока и кинзы тоже вот так ложечкой распределяем по булочкам, так будет очень вкусно. И в таком виде оставим где-то на 10-15 минут, чтобы все пропиталось хорошенько. И вот и все, борщ у нас готов. Булочки тоже уже настоялись соусом, взяли в себя свой аромат и вкус чеснока и кинзы. И теперь уже можно подавать такие пышные мягкие булочки. Обязательно приготовьте такие булочки к любым супам, ваша семья будет просто в восторге. Если вам понравился рецепт, поставьте лайк, пишите комментарии, поделитесь с близкими. С вами был канал For Dinner TV, спасибо большое за просмотр, смотрите наши другие вкусные рецепты. До новых встреч, друзья, готовьте с удовольствием! Субтитры сделал DimaTorzok